Всем привет, друзья! С вами Деревенщина. Сижу я на кухне и решил записать вам небольшой видосик про GTA 5. Точнее, про онлайн. Ну, много кто задает вопросы про онлайн. А именно, что Rockstar заявляла, что онлайн это прикол, в основном, GTA 5. А в данный момент сейчас получается так, что это непонятно что, непонятно чем это можно назвать. Это уже данный прикол. Это может даже так, что это обгоняется в GTA 5. Никто не знает. А может кто-то и знает. Я лично не знаю, что это именно. Но, у меня есть предположение. Я его сейчас выскажу. Это предположение должно, в принципе, объяснить этим людям, кто задает такие вопросы. Типа, как так? Вроде заявляют, что это прикол. Казывается, что не прикол. Объясните нам, пожалуйста, что это именно. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ну, я так логически подумал, поразмыслил, сопоставил некоторые вещи. Вот как я лично вижу данный вопрос. Это будет имхо. А соглашаться с этим или нет, опровергать, комментировать и прочее, это чисто ваше личное дело. Если даже не нравится, можете выключать. То есть, какая разница. Просто выскажу предположение. А дальше уж садись смотреть. Начнем. Почему же так все получается? Ну, изначально Рокстер, конкретно подумав, и установил, что это официально прикол в этапе события, предшествующие в основной ретке событий из сингл. Ну, они же не остановились и начали выпускать различные дополнения. И потом, впоследствии, некоторые дополнения начали, грубо говоря, не грубо говоря, а очень грубо противоречь этой концепции, что это прикол. Но там, игроки вдоль и поперек, изучившие этот жир GTA V, они даже и в других аспектах там нашли как опровергнуть, что это уже не прикол получается. Да и, еще раз повторюсь, и сами же дополнения официально начали противоречь этой концепции. Некоторые начали возмущаться. Ну, как так? Уж сами заявляют. Теперь я свою теорию объясняю. Так вот, изначально было, конечно же, так. Но потом, в какой-то момент Рокстеровцы или кто там за это опять отвечает, я честно не знаю, там же это компания. Не только Рокстер. Тейк Ту там какое-то или еще что-то. Ну, короче, не суть важна. В общем, вот эти человеки, которые за это все дело отвечают, они начали развивать проект, вот эти DLC выпускать. Но в какой-то момент DLC немножечко начали действительно противоречить и, по-видимому, кто-то из них сказал «Ай, да ладно, может не заметить, может прокатить, да?» Не прокатило, да? Заметили. Ну, а в итоге «Ну, раз заметили, ну, что такое?» Не переделывать же нам всю игру онлайн на до и после, да? Это придется снова, ну, код, 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 код. Очень много делов. А так, пускай, как есть. Это, мне кажется, как поступили официальные разработчики. Теперь, кажется, ну, они все порушили, а выходит, что не совсем-то они порушены. Просто нам стоит воспринимать происходящее чуть-чуть по-другому. Нужно воспринимать, что вот изначальное обновление, там, ограбление, там, последующее, может, что до ограбления, это считается как приквел или считает, но в сегодняшних реалиях это будет считаться как флэшбэками. Вот. Основная игра, свободный режим, это здесь и сейчас, это уже не приквел, это практически 2017 или какой-то там, ну вот, когда там вот эти аппарации судного дня идут, вот это вот время, это в свободном режиме. Когда вы запускаете ограбление или вообще начинаете играть в какое-то дополнение раннее, просто считайте, что вы, как бы, флэшбэк у вас происходит. Только официально вот такого вот картинки, там, что, типа, вот вы играли-играли, бас, там, экран мигнул, немножко изменился, показывают вам, что это, типа во флэшбэке, да, там какой-то фильтр накладывается, такого нету просто. Просто они решили не заморачиваться, а еще они решили не заморачиваться, что, ну вот как можно было решить проблему? Ну вот как раз сделать, что это флэшбэк, раннее дополнение, а позднее дополнение это настоящее время, вот, и момент прилета героя в город, это тоже типа флэшбэк, но тогда пришлось бы игру разделить какой-нибудь загрузкой, загрузочными экранами какими-нибудь, вот, потому что игроку тогда бы было бы непонятие, где настоящее, а где прошедшее. Но они либо не додумались, либо решили не делать таких загрузочных экранов, потому что, ну это в бесшовом мире, как вот у них получается, это бред какой-то, вот эти загрузочные экраны. Поэтому игроку остается просто мысленно воспринимать это внутри себя, воспринимать это вот так, что если вы начали играть в онлайне, в онлине, начали играть в раннее дополнение, там, ограбление запускаете, или там, не знаю, байкеры, мне кажется, тоже могут считаться ранним, я точно не знаю, где переломный момент начался. Мне кажется, это где-то началось в районе дополнения про оружие. Вот где появляется агент 17, вот этот чувак, который как раз таки участвует в судном дне. Судный день, это 100%, это уже современное время. Там вот эти Долорины летающие, и все прочее, там ракеты, самонаводение, ракеты, в общем, все эти технологии будущего, это однозначно, это сейчас. А вот предыдущее дополнение, все, что касается до, ну скажем, до торговли оружием, предположительно, возьмем этот момент, это флешбеки. Все, что после, это современное время. То есть единственное решение, это вот такое, что игрок сам должен понять, что вот, если ты играешь в те вещи, то ты, как бы, в воспоминаниях. Если ты играешь в ограбление судного дня, то это уже современное время. Если ты вышел просто в открытый мир покататься по городу, ты уже не в приквеле, а тоже уже, следовательно, в современном времени. Так получается, игрушка онлайн, онлина, она началась в приквеле, и она вот с развитием игры, она не стояла на месте, как вот настоящая жизнь. Она же у вас не останавливается там в определенном, каком-то, в 2000, например, в 2006 вы зависли, и все, и играете, играете, живете постоянно в 2006. Правильно? по этому же принципу идет и онлина, онлайновская версия GTA V. То есть, в момент выхода, да, это был приквел, но по стечению времени временная линия, таймлайн приквела вот этого, онлины, она догнала основные события и перегнала их даже. Понимаете? Она как бы развивается, и вот так. И получается, из этой концепции игроку, если он запускает, в сотый раз уже повторяюсь, если игрок запускает ограбление обычное, считайте, что вы находитесь во флешбеке. Если вы запускаете судный день, вы находитесь в настоящем. Хотя, по той же логике, вот этой, с обгоном таймлайна, если будут выходить все новые, новые, новые обновления, может там еще сюжет добавится, может там еще круче технологий, может там какую-нибудь телепортацию уже изобретут, и введут рокстеровцы, тогда уже даже судный день это будет тогда считаться в какой-то мере флешбеком. Вот примерно так. Всем пока, всем пока. Если вот так вот подходить к вопросу, то все встает на свои места. Нужно воспринимать изначальное обновление, ну, типа вот эти вот, вообще первоначальное, ограбление, последующее. Нужно воспринимать это как цепь, цепь, письма. Субтитры создавал DimaTorzok, и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok, Продолжение следует...